Вот у нас сейчас практика такая, разделять выпуски в продакшенах на всякие разные этапы. Сегодня в выпуске буду рисовать вот такую лягушку, то есть будет их глаза, округлые всякие поверхности, глянцевые всякие пятна, буду рассказывать. Поехали. Надо добавить, чуть-чуть запалить фон, сделать его более мягким в оттенках. Отделить чуть-чуть лягушку как бы оттона. Ну и все так, обычно я не использую черный цвет. Заново восстанавливаю всю разметку лягушки. У нас получается лягушка была размечена через проектор. В тот же самый день, когда я на этом мероприятии размечал логотип партнеров и персонаж фирменный. Заодно сразу разметил лягушку, чтобы облегчить себе работу. такую счастливую, улыбченую лягушку. Я поэтому и захотел ее рисовать, потому что это такое животное, прикольно. У меня глаза такие большие. Просто ярко. А то уже надоело рисовать бабочек, чтобы угодить обществу. Еще в этот раз лягушечку нарисовать. Ну типа то, что там динозавр изначально должен был быть сто процентов. Поэтому решил рептилию тоже нарисовать. Вот лягушка у нас вот такого цвета. Вот я буду делать ее через такие вот три цвета. Через темные и зеленые еще. Покажи, Егор, зеленые, которые у тебя в руках. И вот такой вот четыре цвета. Буду затемнять, потом высветлять, как обычно. Я просто сейчас вот эти темно-коричневые тени слегка напыляю темно-зеленым, чтобы все-таки он превратился в еще более темно-зеленый. И вот эти пятнышки, они как бы идут у нас синеватого оттенка. Но я сделаю сначала темно-зеленым, а потом напылю на него голубым. Буду делать подкэпом основные части заливки. Сразу отмечаю места, где будут свики суперяркие. Все, вот я тут чуть-чуть понапылял новым артоном Ариэль, получается. Сделал вот такой более синеватый оттеночек. Сейчас заново взял светло-зеленые фроги. И вот делаю как бы вот эти детальки вокруг глаз, потому что сейчас глаз буду делать начистою сразу. То есть цель у нас сейчас это такие плавные переходы добиться, как будто жидкость переливает из одного цвета в другое. Ну вот еще беру тоже новый баллончик картон цвет поизон. Для туловища лягушки буду использовать моку и бежевый. Сразу делаю напыление, вот так перемешиваю цвета. То есть вот эту темную часть оставляю, вот так просто отрезаю ее. Создается сразу эффект такой складки от кожи. То есть используем фоновую краску и оставляем некоторые элементы теневые вот так. За счет этого у нас богатство цвета получается такое. Тоже вот можно вот так всякие вот эти балгари у нее делать и вот так чуть-чуть напылять и оставляешь. За счет этого больше текстуры получается в рисунках. Вот делаю уже бежевым получается. Вот эти элементы тоже подчеркиваю волдырики, шуршавость кожи. Сразу делаем чуть-чуть. И потом запыляем, так перемешиваем с другим цветом. Вот как бы второстепенные части это вообще тут надо за одну секунду делать. Даже не заморачиваться на детали. Зеленый перемешиваю с бежевым. Как бы создаться такой эффект, как будто это на втором плане находится. Сразу места для бликов тоже подчеркиваю. Тренирую, сразу набиваю руку, как делать лучше блики. То есть это хороший такой прием. Ты сразу делаешь, хотя я буду блики делать другим цветом. Но я сразу пытаюсь это понять, какого размера лучше делать их. На глаза и на лапу буду использовать вот такие цвета. Красные, ярко-оранжевые. Глаз делаем начистую. Движением вовнутрь. Рекомендую всем сразу сделать оба глаза. Чтобы не ошибиться. Напыляю. Чтобы придать округлость. Сразу, чтобы баллоны пока в этих руках я не меняю. Не буду глаз доделывать. Делаю эти лапки. Тоже лапки. Где-то чуть-чуть темно-коричневого оставляю. Я уже вот так аккуратно напыляю туда. Движением вовнутрь. Вот так делаю, чтобы остренькая линия у меня получилась. Перекрываю те блики, которые я тренировался. Сюда сделать. Взял. Замечу. Замечу. Вот тут взял уже светло-желтенький, делаю такие блячки на лапках. Вот такой более глянцевый секретарь, более остренький, делаю блячки. Немножко напыляю цвет Storm. Уже добавляю на более передние места. Хорошо. Хорошо. Вот здесь. Делаю глаза очень аккуратно сразу Тут у них какая-то мембрана идет черная Придется здесь высохнуть Чуть-чуть затемняю некоторые места которые прямо Чтобы добавить такой мокрый эффект надо прямо очень четкими такими твердыми точками насыщенными белыми делать такие как бы переливы Ну все в принципе Той сейчас вот запыляю чуть-чуть коричневым и опять зеленым чтобы добавить ему более зеленоватого оттенка то что-то сильно выделяет Ну все в принципе Готово Доделать самые травинки самого переднего плана Субтитры сделал DimaTorzok